В очередной раз, пересматривая новую надежду, я вдруг понял, что мы много раз видели подобные сцены в кино. Это те самые моменты, которые навсегда определяли дальнейший путь героя в истории. Точка невозврата. Признаться, это моя самая любимая часть в любом эпичном сюжете, когда герой становится на предначертанный им путь и постепенно приближается к испытаниям, которые обязательно с ним произойдут. Это очень интригует, и да, разумеется, это все штампы, которые мы видели тысячи раз. Но, как говорил сам Джордж Лукас, вы не должны стесняться штампов. Они стали штампами, потому что работают. И с этим утверждением довольно сложно поспорить. Но как работают эти штампы? Дело в том, что в основе почти любой героической истории лежит не что иное, как миф или легенда. Это связано с тем, что подобная структура легко усваивается. На протяжении нескольких тысяч лет человечество окружало себя мифами для того, чтобы объяснить окружающий мир и показать младшим поколениям разные стороны человеческой природы с точки зрения морали. И несмотря на то, что форма этих мифов менялась от эпохи к эпохе и от культуры к культуре, их структура осталась нетронутой, что и поспособствовало формированию в нас устойчивого подсознательного понимания мифических образов и событий вне зависимости от нашего возраста и национальности. Именно благодаря этому, даже на бессознательном уровне нам не составляет особого труда понять и даже начать сопереживать истории персонажа, который поднимается из самых низов и в итоге добивается успеха. Разумеется, пройдя через множество испытаний и трудностей, постепенно меняясь, становляясь сильнее и добиваясь своих целей. И этим персонажем может быть кто угодно, потому как вариантов того, как именно рассказать, преподнести и усилить историю достаточно много. Но обо всем по порядку. И кстати, привет. Вест здесь. Подобные сюжеты в кино нам всем прекрасно известны. И чаще всего нам как зрителям весьма просто ассоциировать себя с главным героем. Все это очень похоже на тот самый классический античный миф или легенду, где по сути герои из древних мифов и героев кино — это разные вариации одного и того же. Большинство этих историй следует единому архетипу под названием «мономиф», в котором содержатся все стадии пути главного героя по истории. И на деле кино так часто использует эту структуру в повествовании, что мы порой даже заранее предугадываем сюжет. Знакомо, правда? Но иногда применение этого архетипа и вовсе незаметно. В данном случае это и отличает хорошо сделанные истории от не очень. Ведь есть столько разных способов рассказать интересную историю, используя лишь единый архетип. Столько разных способов показать нам путешествие одного единственного героя. Но что именно из себя представляет это путешествие? Американский исследователь мифологии Джозеф Кэмпбелл в своей книге под названием «Тысячеликий герой» утверждал, что в любом из известных нам мифов главный персонаж проходит одни и те же испытания. Один и тот же жизненный путь, который можно разбить на определенные стадии. Кстати, ранее под героем чаще всего подразумевался персонаж мужского пола, вроде Ахиллеса или Геракла. Однако в современном мире архетип мономифа подходит и для таких историй, в которых протагонистом является девушка. Существует несколько вариантов разделения мономифа на стадии. К примеру, есть цикличная схема в виде круга, и на нее в данном случае тоже можно опираться, но я предлагаю рассмотреть классификацию, которую предлагает сам Кэмпбелл, а именно три основные фазы. Отчуждение, инициация и возвращение. И важно также помнить то, что не все истории в кино следуют мономифу строго по пунктам. Это связано с достаточно большим разнообразием механизма повествования, поэтому некоторые этапы стоит воспринимать как возможные и вариативные пути персонажа, которые приемлемы для одного сюжета, но совершенно неуместны для другого. Итак, что есть отчуждение? По сути, это то место в истории, когда герой покидает родной дом или место своего привычного обитания, и в итоге отправляется в путешествие. Это фаза своего рода разогрев и предыстория, а также именно в этой части сюжета лучше всего представить зрителю, кто именно наш главный герой. Ведь именно на этой стадии перед протагонистом встает определенный вызов или приглашение. То, что неумолимо зовет его. Стоит отметить, что уже на этом этапе полезно нагонять интриги, как, например, это делала Матрица, постепенно и аккуратно погружая зрителя и не объясняя всего сразу. С этого момента мы понимаем, что наш протагонист покидает то место, где провел ощутимое количество времени и вступает на путь, который навсегда изменит его. Само собой, герой может сомневаться в своем решении. Это так называемое отвержение Зова, когда главный персонаж кажется странным обычно как самому себе, так и тем, кто его окружает. Разумеется, путешествие не обойдется без помощи покровителя. Например, это может быть мудрый волшебник, тот, кто умнее и старше. Или просто тот персонаж, который согласен помочь протагонисту в начале его пути. А также героя можно снабдить артефактом, вроде меча или волшебной палочки, которая будет помогать ему на протяжении всей истории. И когда герой все же наконец встает на свой путь, перед ним чаще всего открывается новый мир, полный как прекрасных дивных моментов, так и опасностей. Это то самое место в истории, когда герой попадает в так называемое чрево кита. Именно здесь он осознает значимость своих ценностей, убеждений и принимает себя прошлого, а также решает то, кем ему быть в дальнейшем. Кроме того, если вы решите использовать структуру мономифа для своей истории, то для более бесшовного и плавного повествования в этой части сюжета, вы можете дать герою проявить себя или свои необычные способности. Что в итоге приводит нас ко второй основной фазе? Инициации. Или, если проще, прокачки. Где первое, что встречает герой — это испытания, и они могут быть самыми разными. Начинается то место в истории, когда герою приходится решать загадки, избегать ловушек, а также окончательно познать себя самого. Чего он стоит, где границы его возможностей, и самое главное — где его слабые стороны. Иногда storyline плавно перетекает в эту фазу из предыдущей, где герой открывал окружающий мир. И чаще всего это делается для того, чтобы у зрителя оставалось чувство бесшовного повествования. К примеру, та же Матрица дает нам тот самый плавный переход. Нео продолжает открывать новый неизведанный ранее мир через тренировки, проверяя себя на прочность. И даже несмотря на то, что он уже ощутимое время находится вне своей зоны комфорта, Матрица в своем сюжете наслаивает друг на друга стадии открытия мира и испытания, дабы максимально насытить фильм событиями, которые бы двигали историю вперед и, что не менее важно, все так же, естественно, продолжали бы открывать как для зрителя, так и для самого Нео, окружающий мир Матрицы. Подобным образом фильм будет еще некоторое время продолжать плавно подводить нас к одному из самых важных и интересных частей сюжета, а именно самим испытаниям. Причем важно то, что эти испытания герой обязан встретить без сторонней помощи. Особенно тогда, когда герой трагически теряет своих наставников, к примеру, как Люк теряет Оби-Вану в Новой Надежде, или смерть Дамблдора в Гарри Поттере, или потеря лишь на некоторое время, как в случае с Гэндальфом во Властелине Колец. И на этой стадии сюжета герой все так же продолжает исследовать себя, свои сильные и слабые стороны, а также то, чего он стоит без покровительства со стороны. Мне особенно нравятся эти моменты в сюжете, ведь не каждому фильму удается создать тот самый волнующий конфликт и чувство опасности, которое нависает над героем. В противовес опасностям Кэмпбелл приводит в пример встречу героя с так называемой богиней. Это стадия, когда герою есть необходимость тем или иным способом доказать объекту любви, свои способности и умения, а также право находиться рядом. В современном кинематографе подобная стадия все же потерпела значительные изменения и стала подчиняться правилам различных условностей. Начиная от простого, когда главному герою не обязательно быть мужского пола, и заканчивая тем, что романтическая сюжетная линия может быть очень умело припрятана до такого состояния, что кажется, что ее там и вовсе нет. Однако сама суть, когда герою предстоит доказать свою важность и полезность тому, чьим идеалам и убеждениям он предан, все же осталась. А классическая стадия завоевания чужого сердца начинает все реже встречаться в современных сюжетах, и все чаще воспринимается как нечто не сильно обязательное. Поэтому эта стадия весьма опциональна и подходит отнюдь не для каждого сюжета. И тут я предлагаю немного оглядеться на пройденный путь, который, признаться, уже весьма велик. И уже сейчас можно просмотреть основной лейтмотив всех подобных историй, где важное место занимает изменения и трансформация характера главного героя. То, как именно меняет героя совершаемый им путь. Мифы сейчас можно сравнить с аллегорией взросления, накапливанием опыта. Имеется в виду, что кульминация пути героя символизирует определенный момент в жизни, когда сын становится равен отцу. Это своего рода приобретение контроля над собой, над полученными в пути возможностями, которые обязательно позволят победить врага и помогут герою спасти тех, кого необходимо. И, наконец, выиграв решающее сражение, герой получает своеобразное вознаграждение. Ведь победа над противником приносит свои плоды, и приобретенный опыт сложно с чем-то сравнить. А впереди либо возвращение домой, либо же возвращение к тем, с кем герой сблизился за время своего пути. Также это отличная возможность дополнительно чем-то наградить героя. Это может быть что угодно, от меча до необычной способности. Или банально медали. Разумеется, способы приобретения награды могут быть самыми разнообразными. Конкретно само возвращение Кэмпбелл выделяет в последнюю, третью стадию. И не обязательно буквально воспринимать возвращение как путь домой. Потому как все этапы здесь весьма условны и представляют собой различные вариации развития кульминации. Например, Властелин колец использует дуальную ситуацию. Фродо предпочитает вернуться к своему наставнику Гендальфу, а не домой вшир, как это сделали Сэм, Мэри и Пиппин. Из-за многослойного сюжета структура мономифа несколько расслаивается и усложняется, что позволяет полноценно взглянуть на судьбы второстепенных героев. И несмотря на то, что структура мономифа не подразумевает такие объемные подсюжеты, на основе истории пути одного героя можно рассказать дополнительные истории, которые будут расширять повествование и делать его глубже. Это как раз один из примеров небанального и более сложного использования мономифа, на основе которого была снята одна из самых величайших кинотрилогий в истории. Если рассматривать более простой, но тоже хорошо работающий подобный пример, можно выделить аватара Джеймса Кэмерона, в котором сосредоточены почти все классические стадии мономифа, от зова к приключениям, вплоть до буквального вознаграждения и возвращения домой. Причем кульминация подразумевает цикличность истории. Конец этого пути в жизни Джейка – лишь символичное начало нового и неизведанного уже в теле аватара. Также возможен другой вариант развития событий, когда герой, завладев всеми силами, окончательно покидает не только родной дом, но и это место, где он их обрел. Например, Стражи Галактики фокусируются на проблематике семьи и единства, и именно это Стражам помогло одержать победу над Ронаном, после чего в кульминации все получают свободу в качестве награды и дополнительно обретают друг друга, то есть семью. А Питер как главный герой приобретает еще кое-что – свой корабль, на котором вместе со всеми остальными Стражами навсегда решает не останавливаться на одном месте и отправиться на поиски новых поводов вляпаться в передряги. На мой взгляд, это еще одно небанальное и весьма интересное использование такого архетипа повествования как Мономиф. И да, киновселенная Марвел очень часто следует Мономифу, когда, например, рассказывает Ориджин о своих героях. В частности, те же Железный Человек, Капитан Америка или Доктор Стрэндж являются хорошими примерами использования подобной структуры. Но я выделил Стражей как один из самых примечательных, необычных и, что важно, несколько усложненных примеров использования Мономифа. Потому как фильм Джеймса Ганна содержит в себе как Ориджин главного героя и частично его окружение, так и их путь – командное взаимодействие. При этом Питер Квилл все равно остается ведущим в этом фильме, и именно на нем структурно и эмоционально держится история. В связи с чем, сам сюжет начинается с маленького Питера и его привязанности. И начиная с этого момента, именно его путь зритель проходит вместе с ним от начала и до конца, где герой решает покинуть то место, где он обрел свою новую семью и отправиться в новый путь. В некоторых случаях Кэмпбелл не исключает и так называемое божественное вмешательство, когда вышедшая из-под контроля ситуация решается воздействием извне. И несмотря на то, что в современном кинематографе подобное решение проблем с каждым днем все менее популярно, все равно можно найти достаточно много интересных вариантов подобной кульминации. Хан Соло, вернувшийся в самый последний момент, Кевин Флинн, который героически пожертвовал собой ради спасения родного сына, и даже Орлы в Хоббите или Властелине Колец. И после любой из этих вариаций концовок мы можем наблюдать своеобразные постсцены, в которых обычно сосредоточены короткие фразы. Чаще всего они дают нам понять, что это очередное начало нового пути, нового приключения главного героя, который накопил достаточно опыта, верных соратникам, осознал, где граница его возможностей, а также то, каким именно героем он хочет быть в дальнейшем. И именно поэтому я вначале сказал, что архетип Мономифа подразумевает цикличность, ведь после одной истории следует другая, где путь героя будет повторяться, но уже с учетом приобретенного опыта и способностей. Именно поэтому в теории сиквелы эпичных историй так интересны. Они обладают потенциалом раскрытия истинных масштабов событий, а также дают волю раскрыться новым гранем характера как протагониста, так и всех тех, кто его окружает. Более того, это отличная возможность делать тонально сфокусированное кино, которое будет очень плавно и бесшовно вести зрителя по истории, давая естественным образом прочувствовать все богатство сюжета и окружающего мира. Новая история все так же должна удивлять и вовлекать нас, но при этом должна содержать в себе нечто другое и незнакомое. Именно поэтому одной из самых ленивых и распространенных ошибок является слепое повторение структуры первого фильма, в частности, когда структура Мономифа повторяется в сиквеле, при этом не привнося ничего нового как в сам сюжет и, что не менее важно, в развитие самого героя. Если характер героя статичен, то чаще всего это может привести к минимальной эмоциональной привязке зрителя, даже несмотря на то, что перед героем все так же могут появляться сложные испытания и проблемы. К примеру, сиквелы «Железного человека» по сравнению с первым фильмом не развивали характер Тони Старка должным образом. Более того, сольный фильм про Капитана Америку «Гражданская война» делал это куда лучше. Все появления новых злодеев для героя практически никак на него не влияли, что в итоге делало перемещение Старка по сюжету сиквелов «Железного человека» попросту не такими значимыми. Если путь героя не предполагает изменений в нем самом, то есть большая вероятность в итоге получить нецепляющую историю. Взять, к примеру, «Безумного Макса», как фильм, который не претендует на глубину, где история является сплошным коридором из пункта А в пункт Б, а потом снова в пункт А. Несмотря на то, что это кино о погоне, в котором мы получаем весьма ограниченное представление о персонажах, в частности о самом Максе, мы в конечном итоге можем ощутить изменения в его характере. Когда в начале фильма он из такого Макса превращается в такого. Это то, что дает нам как зрителю понять, что его путь прошел не зря. Он к чему-то привел, и сам Макс сделал для себя выводы о том, что ему могут быть небезразличны окружающие его люди. И результат, который мы видим в финале, мы можем разделить вместе с главным героем. Потому как если ему не все равно, то и нам тоже. Продолжение следует...